мой собеседник евгений киселёв известный журналист телеведущий блогер а по версии росфин мониторинга иноагент экстремист и террорист евгений алексеевич рад вас приветствовать здравствуйте коль не боитесь таким страшным субъектом отчего же наоборот есть еще мне кажется сейчас это больше как раз список регалий порядочного человека ну да можно уже знаете бюст на родине героя строя если ты и экстремист и иностранный агент то точно как в трену дважды герой советского союза и вот телебюстик да ну и плюс в розыске еще ко всему впрочем поэтому там полный список это правда это правда всех достоинств вот так и генсич я начну с новостей из-за океана безусловно это одна из главных новостей палата представителей проголосовала теперь ожидаем решения сената обещают его завтра во вторник несмотря на то что ушли на каникулы вернуться значит в сенат проголосовать вопрос пакета помощи украине после одобрения палаты представителей сша значит уваженных сил появился шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу так сказал владимир зеленский президент украины в интервью nbc news сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию перехватить инициативу поэтому нам действительно необходимо иметь систему вооружения сказал зеленский отвечая на вопрос корреспондентки поможет ли военная помощь сша добиться победы в войне или просто продлить ее по словам зеленского ситуация на фронте будет зависеть от того когда украина получит помощь впрочем американцы обещали в кратчайшее время передать часть вот этой военной помощи сразу же после принятия решения сената после политического решения евгений алексеевич я разные оценки видел в социальных сетях от экспертов о том что о статусе значили значение этого события одни говорят что это историческое значение переломный момент все изменится другие спокойнее оценивают как оцениваете ну я вообще стараюсь сохранять спокойствие и не впадать в излишние страсти и эмоции они мешают здравым оценкам смотрите во первых я не военный эксперт я полагаю что этот только грамотный военный эксперт сможет сказать что вот у нас будут те или иные конфигурации расположение тех сил и средств которые украина получит дополнительно в результате распечатывания вот этого пакета помощи в 61 миллиард ну мы прекрасно понимаем что часть этих денег будет потрачено внутри соединенных штатов на новые производства то есть это будет финансирование производства вооружения там непосредственно внутри соединенных штатов это будет пополнение запасов то есть как у какое-то оружие которое имеется на складах будет передано украине соответственно значит нужно будет произвести такое же или более современные чтобы она имелась у пентагона в общем если на память не изменяет там больше половины будет потрачено непосредственно внутри соединенных штатов америки а 27 по моему миллиардов это вот чистое то что достанется в виде военной финансовой помощи как говорится чистыми на руки украине но в любом случае это все будет конвертировано в боеприпасы в ракеты в новые комплексы противоракетные противовоздушной обороны сие мне неведомо в том числе вот вроде бы в ближайшее время уже кто-то даже из американских официальных лиц заявил что ракеты более дальнего радиуса действия будут поставлены вот прямо в течение нескольких недель но мы же понимаем что там может быть логистика о которой мы только догадываемся может быть эти ракеты есть уже где-то в европе на каких-то натовских американских складов может быть они есть у кого-то из американских союзников по нато и они могут быть поставлены прямо из каких-то близлежащих европейских стран мы этого не знаем и я думаю что никто об этом в газетах не будет сообщать а у там утром в газете вечером в куплете нет я так полагаю что вот никто не будет информировать российские спецслужбы прежде всего российскую военную разведку о том друзья там имейте в виду завтра караван с грузами для украины выходит вот из польши пересекается польско-украинскую границу вот в такое-то время в таком-то месте мы же понимаем прекрасно что еще в первые по моему месяце после войны была налажена весьма хитрая и умная логистика в том числе и транспортная логистика и вот как-то вот несмотря несмотря ни на ракетные удары ни на обстрелы ни на налеты все что надо попадает в нужное время в нужное место и дальше используется против войск российских агрессоров поживем увидим да вот пусть они волнуются да вот как в том анекдоте человек шлет телеграмму волнуйтесь подробности письмо примерно 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 так же пусть и чувствуют себя те кто развязал и продолжает эту преступную войну и получит по заслугам я в этом уверен дальше но послушайте все люди которые на мой взгляд являются ответственными содержательными экспертами в военные военно-политической области постоянно говорят что речь идет о том что те или иные виды оружия боевой техники должны быть интегрированы в некую центральным образом управляемую систему та же самая противоракетная противовоздушная оборона те самые самолеты f16 которые так ждут в украине они должны будут быть интегрированы в целом в скажем систему противоракетной противовоздушной обороны в которой и разные противоракетные комплексы там и патриоты и другие не только патриотами прикрывается украинское небо правда да добавить добавятся и вот эти ф-16 может быть что-то еще добавится точно также будет очевидно выстроена масштабная многоэшелонная несколько эшелонов там система наступательных вооружений которые поможет выбить российских оккупантов с захваченных ими земель включая между прочим крым я с многими военными экспертами говорил и все они в общем сходятся во мнениях что операция военно-воздушная и сухопутная операция по освобождению крыма от российской оккупации это абсолютно его вовсе никакая не фантастика это тоже при должной подготовки должном планировании наличие сил и средств вполне осуществимо более того значительно проще чем например освободить оккупированные территории на востоке украины в донбассе да к сожалению да я тоже имел разговор с военными экспертами с военными они говорили ровно тоже что крым освободит легче отрезав логистику мост и и вот перешейки все а там конечно донбассе прямое сообщение граница с россией подвоз живой силы боекомплекта не прекращающийся но я думаю что у вооруженных сил есть решение и ответ как освобождать и донбасс но обо всем по порядку евгений алексеич и с польши сигнал президент польши альджей дудо заявил что готов разместить ядерное оружие на территории страны если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга нато мы к этому готовы заявил президент больше дудо Евгений Алексеевич, как думаете, это зеркальный ответ на размещение России своего ядерного оружия на территории Белоруссии или другой вариант ответа? Нет, ну конечно же, во-первых, обещать не значит жениться, вы должны хорошо знать. Во-вторых, это, конечно же, ответ, я бы даже сказал, не на размещение российских ядерных боезарядов на территории Белоруссии, а это скорее, мне кажется, ответ на прозвучавшие не так давно угрозы в адрес европейских стран, прежде всего, в адрес Франции. Вы помните, что господин Макрон сказал, когда что-то там в его адрес попытались пробряхать из Москвы, он напомнил, что в конце концов Франция является ядерной державой, и у нее на вооружении имеются и ракеты, и бомбы, и снаряды с ядерными боеголовками, в случае чего они тоже могут их использовать. Это было сказано, в общем, в ответ на угрозы, прозвучавшие из Москвы, ну вы помните, когда речь зашла о том, что, возможно, французские военнослужащие будут размещены при необходимости на территории Украины. Я думаю, что это туда же, вот понимаете, в дополнение к тому, что в свое время было сказано Макроном. — Насколько высоко вероятность оцениваете вы столкновение российской армии и натовских войск? В каком случае это возможно, на ваш взгляд? — Ну, я думаю, что вероятность этого невысока. — Я полагаю, что все-таки, как бы там громко не звенели, не брецали оружием в Москве, там понимают, что конфликт с НАТО — это начало будет очень быстрого конца путинского режима. — Я полагаю, что на что они могут пойти? Ну, на какие-то провокации. Предположим, мне кажется, очень вероятный сценарий — это попытка каких-то боевых действий гибридного толка, точечных. Ну вот, положим, попытка заслать какие-нибудь диверсионно-разведывательные группы в форме безопознавательных знаков, под видом их там нетов, добровольцев, каких-нибудь участников патриотических, всеводовоенных формирований, ну вот куда-нибудь там на территорию одной из балтийских стран, если там удастся спровоцировать какие-то беспорядки с участием представителей русскоязычного меньшинства. Это практически невозможно в Литве, потому что там нет почвы, там нет напряженности в отношениях между литовцами и русскоязычным меньшинством. Это просто медицинский факт. Там все в порядке в этом отношении. Есть проблемы в Эстонии, которые подогреваются, разумеется, есть проблемы в Латвии, которые тоже подогреваются. Кроме того, в Латвии, в Эстонии есть районы компактного проживания граждан русского происхождения или лиц без гражданства, которые могут при этом быть настроенными пророссийски. На самом деле не следует преувеличивать эту проблему, эту напряженность, но, скажем так, некая питательная почва там присутствует в районе Нарвы, в районе Кохтла-Ярвы и в Таллине, между прочим. В Таллине есть районы компактного проживания русскоязычного меньшинства, район города, который называется Мюстамея, где в свое время специально были завезены, еще в советское время специально завозили туда так называемых лимитчиков. И люди, которые разбираются лучше меня в эстонской политике, вам могут подтвердить, что, скажем, для того, чтобы избраться мэром Таллина, нужно непременно иметь, ну, скажем так, позитивные отношения с представителями вот этих вот русскоязычных общин. Они составляют достаточно высокий процент в столице Эстонии. Так что там проблемы есть. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что русский десант в центре Таллина. Нет, ни в коей мере. А вот где-нибудь в приграничных районах, там, например, как я уже сказал, в районе Нарвы или в районе Даугавпилса в Латгалии, тоже где компактно проживает русскоязычное меньшинство, где есть определенные пророссийские настроения. Вот там, может быть, придумана какая-то многоходовая операция, которая может сопровождаться вот засылкой каких-то вот их там нетов, вежливых зеленых человечков с попыткой, может быть, дальнейшей эскалации. Но, повторяю, это, мне кажется, максимально возможный сценарий в сегодняшней ситуации. Хотя, понимаете, невозможно исключать того, что у Путина крыша съедет окончательно, и он пустится в какую-то более масштабную авантюру. Хотя, опять-таки, мне кажется, основным направлением здесь может стать, помимо Украины, вот только страны Балтии. Прежде всего, мне кажется, Латвия все-таки. И другой вариант – это, ну, Сувалковский коридор, так называемый, от границы Беларуси в районе Сувалковского коридора до Вильнюса, всего несколько десятков километров. И это, конечно, вот может воспалять и распалять амбиции и воображение Владимира Путина. Если он пытается ввязаться в такого рода конфликт, вот вопреки всему, как он, собственно, вопреки всему начал войну против Украины. Потому что, ну, вы же помните, в наших с вами, Василий, программах, когда мы вот тогда вели разные программы с вами на канале «Украина-24», но у меня до сих пор перед глазами вереница экспертов, которые весьма убедительно, загибая пальцы первое, второе, третье, пятое, десятое, рассказывали, что нет, ну, конечно же, Путин не нападет. Конечно же, это все блец. Потому что будут санкции, будет изоляция России, будет уход иностранных компаний, российские граждане потеряют там колоссальный набор привычных им товаров и услуг, будут гробы, будут жертвы, будет мобилизация, будет масса всяких непопулярных мер, которые, конечно же, поколеблют российский путинский режим, Россию отовсюду выгонят, бла-бла-бла-бла-бла. Все это произошло, но, тем не менее, Путин начал войну и продолжает ее. И больше того, мы видим, что ему, нравится нам это или нет, удалось значительное число своих подданных, своих граждан, приучить к мысли о том, что война – это в некотором смысле нормальное состояние общества. Мы будем теперь воевать долго, если захотим, всю жизнь будем воевать. И дети наши будут воевать, и внуки будут наши воевать. И, кстати, те эксперты, которые тогда рассуждали, весьма убедительные, я должен сказать, и меня в каком-то смысле даже убедили в том, что войны не будет, они не учли, на мой взгляд, одного важного обстоятельства, что за время войны вот сейчас сформировалось огромное количество людей в России, которые являются бенефициарами этой войны. Люди, которые работают на армию, на военно-промышленный комплекс, которые стали много зарабатывать, люди, которые занимаются распределением разного рода социальных благ для семей, семей военнослужащих, которые тяжело ранены или погибли, в конце концов, люди идут воевать-то за немалые деньги. Те деньги, которые получает контрактник, он по-другому никогда в жизни в России не заработает. И вот это вот, собственно говоря, не шибко грамотная, не шибко взыскательная, не шибко просвещенная российская публика, если называть своими именами, вот быдло российское, да, вот идет за огромные бабки, которых представить себе невозможно. Там дальше наступает следующий этап. Там дальше-то наступает следующий этап. Потом они возвращаются, и им говорят, что, а теперь вы будете, вот, а теперь иди обратно на производство, на котором ты работал, и там ты будешь получать опять в 10 раз меньше. Вот это уже следующие там социальные напряженности, которые будут возникать. И они возвращаются, научившись, если уцелели, конечно. Те, кто уцелел, возвращаются с посттравматическим синдромом, с умением воевать, проливать кровь и убивать некоторые с оружием. Дальше будет, как после Афганистана, только в значительно больших масштабах. Потому что вот Афганистан-то в постсоветской России, не только в постсоветской России, между прочим, вообще на всем постсоветском пространстве, аукнулся разгулом. Несколько лет был настоящий разгул вооруженного бандитизма. Криминала с автоматами Калашникова наперевес. Через это, между прочим, и Украина тоже прошла. Вы же должны, вы достаточно взрослый человек, чтобы это помнить. Правда, нашлись тогда в Украине жесткие люди, которые очень жесткими методами разобрались вот с этой вооруженной преступностью. Отдельная история. Да, Евгений Алексеевич, вот дела сегодняшние, да, абсурд доходит до того, что вот я видел сегодня, готовясь к эфиру в телеграм-каналах, новость о том, что мужчина, который был в России осужден за то, что был администратором групп «Синий кит», помните такие, которые доводили детей, подростков до суицида. Так вот, этого мужчину осудили, осудили, да, а потом отправили на войну. Сейчас он вернулся, значит, по своему месту жительства, его вводят в школы, как ветерана СВО, и он, значит, ну, то есть вот этот круг абсурда, когда человека, доводившего детей до суицида, вводят в школы. Нет, ну, таких историй несколько, не первый раз мне это уже попадается, что как действительно на встречи со школьниками вводят там героя СВО, которые на самом деле рецидивист, уголовник, убийца. Да, и про них Путин говорит, что это новая элита России. А некоторым из них даже мемориальные доски там вешают в школах, что вот там у нас учился такой-то и такой-то там. Известно, там только на этой мемориальной доске не пишется, под какой кличкой он был известен в криминальных кругах. Да, и криминальные статьи, по которым сидел он. Да, вот это тоже там на этих табличках, безусловно, отсутствует. Да, уважаемые зрители, хочу прямо сейчас вас попросить подписаться на YouTube-канал Евгения Киселева. Буду вам за это очень признателен. В описании есть ссылка сделать это сейчас или по окончанию интервью, но главное сделайте. И, в общем, простите, пожалуйста, я призвал бы всех, кто смотрит нас в эту минуту, не обделите Василия Голованова подпиской на его канал. Ну и лайки, лайки ставьте, комментарии пишите. Да, так работает YouTube, друзья. Не то, чтобы мы с Евгением Алексеевичем прям фанатеем по этим лайкам, но вопрос, да, вопрос логаритмов YouTube. Ну, вы тоже об этом знаете, дорогие зрители, поэтому не забудьте поставить лайк, если еще этого не сделали. Евгений Алексеевич, мы часто обсуждаем в эфирах позиции разных европейских и не только европейских стран. Это важно. И там, что думают в Китае, и что вот в Венгрии говорят, или в Словакии. И Германия, Франция, Великобритания, понятно, но часто выпадает, что ли, из вот ряда обсуждений такие страны, как Испания и Греция. Вот не об их позиции даже, хотя, может, и о позиции тоже поговорим, в контексте вот этой информации, на Испанию и Грецию давят, чтобы они предоставили Украине свои ПВО, сообщает Financial Times. По данным издания, Греция и Испания находятся под сильным давлением со стороны своих союзников ПС и НАТО, которые требуют предоставить Украине больше систем ПВО. Отмечается, что Испания и Греция располагают более чем 12 системами Патриот, а также другими ПВО, включая С-300. Лидерам двух стран напомнили, что их потребности не так велики, как у Украины, и что они не сталкиваются с какой-либо непосредственной угрозой. Евгений Алексеевич, вот об Испании и Греции, что скажете вы, это банальная перестраховка, ну вот где Испания, а где война, к примеру. Наш зритель наверняка хорошо представляет себе карту Европы и знает, где находится Испания, дальше только Португалия. Как думаете, почему так неохотно идут на диалог, не хотят поделиться эти уважаемые страны, их правительство с нами, ПВО, которое нам необходимо, не надо рассказывать, что каждый день обстреливают наши города и гибнут в мирной жизни. Вы знаете, вот на этот вопрос я честно скажу, я не готов ответить квалифицированно. Во-первых, Financial Times об этом сообщает, да? Да. Ну, Financial Times сообщает, что давит, но вот мне не совсем понятно, сказано ли там про то, что они, а Испания и Греция говорят нет, вот костями ляжем, умрем, но системы ПРО не дадим. Ну, так тоже не говорят. Ну, вот так тоже не говорят. Я точно знаю, что Испания тоже давала и деньги, и оружие со своих. За Грецию не скажу ничего, вообще ничего, честно скажу, Грешин про Грецию не знаю. Про Испанию знаю, что и давали деньги, выделяли, и посылали разные виды вооружения. Более того, знаю, что украинские военные проходили подготовку на территории Испании. Даже видел своими глазами трогательный репортаж про то, как вот испанские военные провожают украинских военных после окончания подготовки там на какой-то военной базе. Это просто было совершенно изумительно. Трогательное зрелище, как они там поцелуются, обнимаются, обратаются. И очень позитивное отношение, я точно могу вам сказать, что в Испании очень позитивное отношение к Украине, к украинским релакантам, ну или там, скажем, к украинским беженцам, которые в Испании живут. Их очень много, кстати. По последней информации, сейчас же происходит рассредоточение переселенцев временных из Украины, которые сначала были в Польше, а сейчас все чаще сообщают о том, что люди из Польши перемещаются дальше в Европу. Не всем комфортно, не все приживаются, на то есть, в конце концов, разные, в том числе сугубо личные причины. Кому-то, может быть, хочется более теплого климата. Кто-то другие причины имеет, кто-то, что называется, ищет счастья и удачи. Но факт тот, что это, например, в Испании автоматически сейчас продлили сроки пребывания всех украинских граждан и автоматически единым решением правительства продлили всем документы о виде нажительства. То есть, условно говоря, такое количество украинских граждан сейчас проживает в Испании, что если бы они все пошли сейчас оформлять документы на следующий год, заблокировали бы, парализовали. Заблокировали деятельность всех отделений полиции по всей стране. Этим занимается полиция. Поэтому испанское правительство приняло решение автоматически всем, у кого срок кончался 4 марта нынешнего года, продлить до 4 марта следующего года. Так что, в принципе, мне кажется, что у испанцев с украинцами все в порядке. А вот что касается конкретных вопросов предоставления или не предоставления каких-то систем ПРО, я думаю, что украинская дипломатия с этим вопросом справится. Да, хочется верить. Смотрите, как порадовал канцлер Шольц, сказав, что Германия совсем скоро уже передает еще один патриот. И более того, Шольц ведет переговоры о еще шести патриотах для Украины в рамках Европейского Союза. Так что, господину Шольцу тоже отдельное спасибо. Как, впрочем, и Испании тоже спасибо. Может быть, как раз господин Шольц одну из этих патриотов нашел в Греции, а другую в Испании. Можно? Вполне может быть. Евгений Алексеевич, хочу спросить вас о том, что происходит, о том потопе, который происходит в России сейчас и как власти местные и государственного уровня справляются или не справляются. Вот появилось там материал, где жительница Орска практически накричала на мэра города Василия Казупицу, упрекнув, что он тут сидит в чистых штанах и у него сын в Дубае, а пострадавший от паводка две недели без денег, без всего. Да, до этого тот самый Казупица говорил, что сыну тоже тяжело, там климат какой, знаете, там жарко. Вот. Но почему на ваш взгляд вот Казупица идет как мэр получить, извините, по лицу от местных жителей, а вот царь-батюшка в голубом вертолете не прилетит, чтобы успокоить людей, помочь, раздать, погладить по голове. Боится вот такого холодного душа? Ну, послушайте, на самом деле я вот интересовался историей с этим мэром города Орска, на которого наехали его критики и дело дошло даже до того, что обвиняют его в том, что у тебя сын прячется от армии, уехал в Дубай, купил там квартиру, бла-бла-бла. Но это на самом деле здесь, мне кажется, полемический такой перехлест, потому что выясняется вроде бы, что сын у него взрослый человек, которому уже за 40, нефтяник, который получил контракт на работу в Саудовской Аравии, заработал там немножко денег, вы догадываетесь, что в Саудовской Аравии специалистам-нефтянникам платят неплохо. Да, но говорят, что совпало удивительным образом, что уехал из России как раз в осень 2022 года, когда началась мобилизация. Ну, я думаю, что в Саудовской Аравии нефтянники могли быть нужны и в тот самый момент. Всякие совпадения бывают, но, вы понимаете, я бы не стал, вот честно скажу, там, пусть меня закидают камнями, но я бы не стал преувеличивать значение этой истории с наводнениями и потопами. Ну, вот любой человек, который жил в тех краях, вам подтвердится. Вот эти вот потопы, вот эти вот наводнения, там случались чуть ли не каждый год. Сейчас, конечно, в ситуации, когда волей или неволей обостряются очень многие вещи, как раз это и дает выхлоп. Вы понимаете, критиковать власти за то, что они ведут войну неправедную против соседнего государства, критиковать власти, что на этой войне гибнет масса людей, это боязно, это страшно. А вот когда начинается наводнение потоп, вот тут вот, как говорится, крыть нечем, тут недовольство выходит на поверхность, потому что, ну, как вот, как вот тут быть, ну, нельзя же запретить критиковать за все. Хотя, конечно, до этого, до этого скоро дойдут, да, но не сразу. Вот пока что за то, что коммунальное хозяйство или там какое-то еще хозяйство, объекты, инфраструктуры, которые должны были бы предотвращать паводки и наводнения или, во всяком случае, уберечь людей от последствий этих паводок и наводнений, да, ну, вот это вот та зона, в которой критика еще разрешена. И вот народ туда в эту еще приоткрытую дверь ломится. Хотя, повторяю, ну, вот я разговаривал буквально вчера или позавчера у меня был, вчера я разговаривал, интервью есть на моем канале, я разговаривал с израильским бизнесменом Аркадием Майофисом, которого многие в России помнят как одного из самых успешных медиа-менеджеров, создавших замечательную телекомпанию ТВ-2 в Томске, которая была, вот считалась лучшей региональной компанией страны и с точки зрения там уровня журналистики не уступала центральным компаниям вроде там Первого канала или Канала России по качеству журналистики. В те времена, когда еще можно было говорить о том, что это качество существует, да, потом эту компанию тоже прихлопнули по понятным причинам, да, вот он переехал в Израиль и там финиками торгует, образно говоря, да, но вот он как раз рассказывал подробно, он говорит, ну, ребят, не надо преувеличивать, не надо преувеличивать. Наводнения в Томске были всегда, разливы рек в Томске были всегда, эта проблема была всегда и каждый год, значит, общественное мнение негодовало по поводу того, что власти с этим не справляются. Другое дело в том, что чем дальше, тем они не справляются больше и хуже, потому что те деньги, которые имелись у них раньше отчасти идут на другие нужды, в том числе на нужды войны. И, соответственно, обострение этих проблем неизбежно. Евгений Алексеевич, еще одну тему хотел успеть с вами обсудить. глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов призвал принять закон о регистрации владельцев телеграм-каналов. Он снова заявил, что телеграм является огромной проблемой для Украины и есть два пути ее решения. Цитирую. Или, как говорится, упорядочить это все, навести в этом порядок, хотя бы законодательно заставить всех зарегистрироваться, чтобы было понятно, кто за каким медиаресурсом, а телеграм уже точно статус медиа приобрел. Нет вопроса влияния или давления. Вопрос не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию, а она может кому-то не нравиться, и это нормально, в демократическом обществе неси ответственность. Почему ты боишься сказать, кто ты? Заявил генерал Буданов. Евгений Алексеевич, согласны ли вы с утверждением, что телеграм уже стал полноценным медиа? Регулирование в этой сфере подобные законодательные инициативы относительно открытости конечных бенефициаров тех или иных телеграм-каналов, является ли это давлением в таком случае на свободу слова или наоборот как раз регулированием рынка и может быть путем уйти от таких сливных бачков, от заказных компаний безнаказанных и так далее? Я категорически против любых попыток регулирования так называемого особенно скороспелых планов регулирования сферы в которой существует или сам сосуществует мидия. Понимаете, есть телеграм-каналы, которые безусловно по своему фактическому статусу являются мидия, являются средствами массовой информации, а есть телеграм-каналы, которые представляют исключительно субъективную точку зрения какого-то человека, который этот телеграм-канал ведет и подписчиков у него там несколько сот человек. И как разделить в правовом отношении первых от вторых? Телеграм- это международная система. Я напомню, что попытка отключить телеграм-каналы на территории Российской Федерации закончилась полным фиаско. При всех тех колоссальных возможностях, которые существуют у российских айтишников, у российских компьютерщиков, у российских хакеров, которые устраивают грандиозные дидос-атаки, жертвами которых, кстати, и украинцы становились. Помните историю про то, как они вырубили целую телефонную мобильную сеть? Да. Несколько месяцев назад была эта история с Киевстаром. Материал Киевстар, да. Да, конечно. То есть, ну там ребята рукастые, надо отдать им должное. И, опять-таки, о возможностях вот этих российских компьютерщиков, айтишников, электронщиков говорит тот факт, люди, которые воюют в Украине, там не дадут соврать. Участники боев скажут вам, что российский рэп это вообще отдельная большая проблема, если не самая большая проблема вот эти вот средства радиоэлектронной борьбы, которые имеются сейчас на вооружении у российской армии. То есть, даже вот они при всех своих возможностях положить телеграммы, положить его не сумели, положили свои собственные сети. Это такая вообще материя, в которую я бы, честно говоря, не советовал. Какие-то другие решения надо находить, но в конце концов выспит служба, но правда Главное управление разведки Украины, мне кажется, каким-то другим вещами должно заниматься. Там папа, как говорится, поле непаханное для деятельности. Вот Давич, тот же самый генерал Буданов замечательно рассказывал о том, как провели операцию по сбитию, первому сбитию российского сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 ракетоносца. Ну, ребят, флаг вам и в руки, давайте еще 10 таких спецопераций. Не обращайте ваше внимание, пожалуйста, не тратьте ваши силы на борьбу с телеграмм-каналами. Я всегда страшно боюсь того, что начинают бороться с тремя-четырьмя телеграмм-каналами, которые кого-то раздражают безумно своей, может быть, как бы это деликатнее выразиться, ну, слишком несправедливой критикой адрес с тех или иных высокопоставленных особ, да, а под это дело хотят зарезать всех. Нет, я категорически против того, чтобы вторгаться в эту сферу. евгений войну это уже перед самой войной. Война была на пороге, мы только с вами никак не могли в это поверить, увы. Да, да. Ну, вот теперь в новом формате, в новом качестве, на новой платформе. Так что, друзья, еще раз попрошу вас подписаться на YouTube-канал Евгения Киселева, а там за подпиской просмотр, комментарий и так далее. Спасибо большое, Евгений Алексеевич, как всегда, рад вас видеть и спасибо за интересный поддержку. Спасибо и вам за приглашение и я со своей стороны еще раз призываю зрителей подписываться на канал Василия Гноводова. Спасибо большое, спасибо, до встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»